Всем привет, и это Террария. Да неужели, а? Да. И давайте я сейчас примерно расскажу, что это вообще за прохождение такое. Первое. Прохождение не простое, а полезное. То есть план был таков, чтобы вы, зрители, а особенно новички, после просмотра каждой новой части прохождения узнавали что-то новое и полезное. В двух словах, прохождение с гайдами. Второе. Это прохождение не планировалось как спидран, или супербыстрое прохождение от профи. Я постараюсь никуда не спешить, играть по-своему, и по мере всего этого рассказывать много полезного. И третье. Если я забуду сказать что-то полезное, или если я про что-то не знал, например, не надо бомбить в комментариях, лучше просто спокойно напишите, мол, вот забыл. И вы, новички, кто пришел сюда за гайдами, тоже всегда читайте комментарии. Все мы люди, все мы способны забывать. Ну и четвертое. Налейте чайку, возьмите печенюшек, присаживайтесь. И мы начинаем. Итак, создание персонажа. Сам на своем опыте видел, как новички, особо не понимая, что такое путешествие, берут его. Это мы с вами олды знаем, а вот человек, пришедший после 1.4, не знает. И описание в самой игре такое себе. Так вот, постараюсь объяснить просто. Путешествие это как креатив в Майнкрафте, но он не простой. Для того, чтобы брать бесконечное количество предметов, их нужно вначале найти и изучить. То есть сразу не получится. Выходит так, что это как бы обычное прохождение, но с элементами креатива. Вот так вот. Плюс вначале вам дадут дополнительное снаряжение, а играть таким персонажем вы сможете только в мирах с такой же сложностью путешествия. А, ну и там еще можно погоду настраивать, можно включить режим бога. Новичкам брать такое не советую. Вообще не советую. Берите реально классику. Средняя сложность это вы будете при смерти терять все вещи. А в сложном режиме вообще персонаж сдохнет навсегда, если умрете. Поэтому да, определенно классика. Особенно для новичков. Имя само собой выбирайте сами. А вот далее... А, ну тут тоже настраивайте как хотите. Теперь создание мира. Имя понятно, семечка не трогайте. Размер мира я всегда беру средний. Он, как по мне, для одного игрока идеально подходит. Ну а скорее тут потом уже вы для себя сами выберите, что вам интереснее. Просто тут это работает так, чем больше мир, тем дольше будешь развиваться. Поэтому я беру и не быстро, и не долго. Среднее, что-то такое, то что нужно. Вот в сложности как раз и можно выбрать путешествия. И в этот мир вы сможете войти только героям со сложностью путешествия. Вот так вот. Для новичков говорю, берите классику. А я же поиграю на Эксперте. А Мастер это вообще пипец. Ну ладно. Про мировое зло хочу сказать, что как я считаю, багрянец сложнее в плане мобов. Особенно после перехода в хардмод. Но возможно это субъективно. Скорее всего, хотя не знаю. Ну, я беру порчу. Плюс разница имеется и в предметах. Но по сути все стремится к балансу. Если посмотреть ролик Кримзона. Еще из предметов порчи мне нравится мушкет. Поэтому все. Беру порчу. Для вас, новички, однозначно сказать не могу. А для полноценного сравнения, нужно делать отдельный ролик. Иначе сейчас все затянется. Ну, сами понимаете. Все. Создаем мир. Создаем мир. Ну вот, мы заспавнились. Начинаем. Первым делом берем топор. И вырубаем вокруг себя кучку деревьев. Для более удобного использования топора. Или же потом кирки. Включите умный курсор, нажав левый КТРЛ. Таким образом, вам не надо будет целиться мышкой. В игре и так все достаточно мелкое. Хотя в некоторых случаях умный курсор бывает мешается. Когда нужно провести какую-то, так скажем, ювелирную работу. В общем, манипулируйте. Иногда включайте, иногда выключайте этот умный курсор. Ваше дело. Я главное про него рассказал. Для начала сильно далеко вправо или влево не углубляйтесь. Вырубли деревья возле спавна. И прямо возле спавна начинаете строить дом. В идеале было бы построить дом так, чтобы точка спавна была внутри. Потому что бежать, например, ночью к своему дому весьма опасно. Куча зомбаков и все такое. Особенно в начале игры. Еще в игре присутствует автозамена блоков. То есть, если вы хотите сделать себе деревянный пол, это нужно сделать не так, а вот так. Да, специально показал на примере ошибки. Если у вас останется 10 единиц древесины, а у вас, скорее всего, останется, но если не останется, идите нарубить еще, то потом делайте верстак. Менюшка крафта, кстати, находится в левом нижнем углу. Ну, почти углу. После крафта верстака мы его ставим, и теперь нам становятся доступны новые рецепты для крафта. Для более удобного просмотра списка крафтов можно нажать на вот эту иконочку. Создаем меч и лук, стул и стол. Хотя, скажу сразу, верстак можно уже использовать вместо стола. А вы, наверное, спросите, зачем нам стол и стул? Во-первых, чтобы сидеть. А во-вторых, чтобы вот этот вот человек поселился в нашем доме. Скажу сразу, что потом нам придется строить новые комнаты со стульями и столами для новых жителей, для новых NPC. А эти NPC-то будут всякие штуки продавать, да? Так что этим нужно заниматься обязательно. Хотя я не знаю, возможно ли пройти террарию без NPC? Напишите в комментариях. Еще во время рубки деревьев вы обязательно найдете желуди. Их садите сразу, чтобы пополнить запасы древесины в мире. А то так получится, что когда все деревья вы вырубите, где вы будете брать новые? Ну, я думаю, вы меня поняли. Древесина, можно сказать, нужна по мере всего прохождения игры. Поэтому да, сажайте деревья, друзья. Для полноценного дома нужна и стена. Ее можно тоже очень быстро построить с помощью умного курсора. И еще последнее. Чтобы дом уже окончательно стал домом для NPC, нужны двери и факела. То есть, понимаете, да, NPC просто так не заселится. Ему нужны все блага для жилья. Вот так скажем. Кстати, если вы вдруг случайно поставили стену не там, где нужно, вы сможете убрать ее с помощью молота. Ну, а теперь по поводу вот этого чувака. Это ваш гид. Он вам будет подсказывать много всего. Новичкам советую всегда с ним говорить. И нажимать на кнопку помощь. Ну вот, с началом закончили. Следующей нашей целью будет спуститься в пещеры, нарубить руды и сделать броню. Так что будет очень интересно. Но об этом позже. Я еще сделал пару заготовок для новых комнат. И уже вечером, блин, отправился на поиски пустыни. Вы, конечно, можете сделать себе деревянную броню и не париться, но я советую найти вначале пустыню. Там срубить кактусов и сделать уже кактусовую броню. Это самый лучший стартовый сет брони. По пути в правую сторону нашел сундук. Потом дошел до зимнего биома и понял, что лучше развернуться обратно. Выпил зелье возврата и только в левой стороне я дошел до пустыни. Ночь была совсем близко. А ночью-то зомби начнут атаковать. Но мне повезло. Я нарубил кактусов, и так как ночь буквально уже началась, я закопался в древнюю пирамиду. Она тут разгенерировалась как раз в тему. Мало того, что мне пирамида послужила как временное укрытие, так еще я там нашел сундук с неплохим лутом. И деньги. Много денег. Песчаная буря в бутылке. Прекрасно. Просто вот идеально. Кстати, чтобы что-либо надеть, нужно нажать на предмет правой кнопкой мыши. Вот. А вот уже справа можно увидеть полностью все слоты брони и аксессуаров. Там все довольно просто, я уверен, вы разберетесь. Вот, кстати, что делает песчаная буря в бутылке. Потом я начал продвигаться глубже. Все равно на поверхность выйти не получится, там слишком опасно, особенно на эксперте. Дошел до дна, обезвредил кактусовый валун, нашел немного серебряной руды и решил построить небольшой домик. Скрафтил, кстати, костер. Если вы находитесь рядом с ним, то чуть быстрее восстанавливаете здоровье. Вроде все было прекрасно, уже планировал дальше пойти по пещерам, но ламповую атмосферу испортил вот этот червь. Возможно, я бы его победил, если бы стрелял жезлом искр. Первым оружием для магов, оно у меня, да. Оно у меня было в инвентаре, я его нашел в сундуке. Но я тупо забыл, что он у меня есть. Поэтому я пытался отбиться луком, но ни к чему хорошему это не привело. Пришлось возвращаться домой, чтобы не сдохнуть и не потерять монеты. Вы чё, куда? Шесть золотых. Я такое терять не хочу. Вернулся и начал переделывать домашние дела. Сделал костер. Кстати, все бафы, то есть эффекты, можно сказать, вы можете посмотреть возле инвентаря, вот тут вот, в левом верхнем углу. Сделал кактусовую броню и кактусовый сундук. Мне нравится, как он выглядит. Решил побросаться гранатами, а чё? Ща всех зомбаков взорвём. И поначалу всё было круто. Но! Я забыл, что в Эксперте гранаты наносят урон и игроку. Поэтому произошло следующее. А потом началась реальная операция по защите дома. Гид мне, кстати, реально помог. Решил поставить тут двери. Ну, мало ли что. Почему-то только сейчас я выложил лишние предметы в сундук. Ещё, кстати, совет. Старайтесь распределять предметы по категориям. Как категории эти будут, как раз таки разные сундуки. То есть, называйте разные сундуки разными именами и складывайте туда соответствующие вещи. Так будет намного удобнее потом что-либо искать. Например, сундук, руда и слитки. Сундук растения. Сундук зелья. И так далее. Изначально я сделал два сундука для растений и для руды со слитками. Ну что ж. Ночка эта была и правда весёлой. Редактор субтитров А.Семкин Во время той битвы с зомби мне выпала рука зомби. Она-то будет покруче, чем деревянный меч, и это круто. Ещё один совет. Все свои деньги лучше всего складывать в сундук. Иначе будет очень неприятно, когда вы потеряете весь свой бюджет, так скажем. А вот и новый день. Из интересного было то, что я сделал себе подвал. Вернее, только начал его делать. И потом отправился исследовать мир. Я просто подумал, что строить что-нибудь лучше ночью, а днём надо бы побегать по миру. И с одной стороны это правильно. Добрался я, значит, до оазиса. И чё-то во мне стрельнуло, я переполнился вдохновением, и забубинил красивенький мост. Насколько бюджета хватило. А потом путешествие продолжилось. Порча. От одного этого слова волосы встают дыбом. Ведь это гнилое место очень опасно для человека. Но Джек по барабану он сразу полез за теневой сферой. Благо у нас с ним были бомбы. Получил мушкет и обрадовался. Ведь он реально мощный для начала игры. Но не бывает такого, что в порченной земле тебя никто не тронет. Тебя тут все хотят сожрать. Фууу. Наконец-то нормальный мир. Кстати, подсолнухи. Я их срубил и планирую поставить возле дома. Прикол их в том, что они увеличивают скорость передвижения, когда игрок находится рядом. Вот так вот. Добрался до джунглей. Ну и не удержался, решил спуститься в подземелье. Из самого интересного это план по сливу воды, для того чтобы нормально покопаться в сундуке и хотя бы срубить декор. Пришлось пить зелье света и поплавать. Нашел хорошую булаву, реально хорошую, она даже лучше чем рука зомби. А на самом деле воду спустить было очень просто, нужно было просто открыть дверь. Мда. Ещё я нашёл немного руды, ну а в итоге Джек опять умер. Ну а что, это вам не прохождение без урона, я вам не обсидиан тайм. Итак, мы опять дома. И тут у нас опять ночь. А ночью я как раз планировал заняться домом. Кстати, вот к примеру построили вы дом. И не знаете, подходит он для жилья или нет. Проверить это вы сможете вот так. В этой части есть иконка домика. Вам нужно туда нажать, выбрать вопросик и кликнуть на дом. Всё. Внизу вам напишут всю инфу. Нуууу, попёрли домашние дела. Для тех, кто не знает, из руды можно сделать слитки. И кто это не знает, это же логика. Даже все любители стардию знают. Ладно, ну, неважно. В общем, да. Для руды, вернее, для слитков нужна руда. Но для того, чтобы сделать слитки, нужна печь. А для печи нужен камень, древесина и факела. Кстати, любой крафт вы сможете посмотреть у гида. Ну, как любой? Ну, в общем, смотрите. Там нужно нажать на кнопку изготовления и положить какой-нибудь предмет. И, соответственно, таким образом вы поймёте, для чего нужен предмет и в каких рецептах он используется. А ещё лучше это всё посмотреть на вики. Там информации больше. Вот так вот. Просто если я буду озвучивать каждый рецепт крафта по одному предмету, это будет долго и тупо. Может быть. А может и не быть. Но я не хочу. Я рассказываю только основные советы и полезные действия. И вообще, как играть. Короче. Скрафтил печь, сделал слитки. Построил ещё одну комнату. Ко мне пришёл оружейник. И он приходит к вам тогда, когда у вас будет хотя бы одно огнестрельное оружие. С собой. Не знаю, в инвентаре, может, или в сундуке. Вот насчёт этого, кстати, не уверен. Но оно у вас должно быть хотя бы. Накупил я у него очень много пуль. Мне хватит надолго. И думаю, надо идти в подземелье. Да, друзья. На этом этапе игры, чтобы хорошо развиться и убить первого босса, нужно полазать хорошо в пещерах. И подготовиться. Броня, аксессуары, оружие, всё это нужно. Поэтому да. Джек опустился в таинственные глубины подземелья. И это был достаточно долгий поход. Я серьёзно. Я потратил на него реальные 40 с лишним минут. Хотя, это, наверное, нормально, но просто, чтобы вы знали, сколько я там сидел. Ну, смотрите. Субтитры подогнал «Симон» 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 И пока. Говорят, человек узнает себя только тогда, когда он попадает в опасную среду. Интересно. Насколько хорошо узнаешь себя ты? Испытуемый, приготовьтесь к телепортации. ФЕРМЕР 626 Животновод Культиватор РЫБАК Сегодня ты отправляешься в иной мир. Но скоро ты поймёшь, что даже там тебе будет не сладко. РЫБАК 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 Девушки отдыхают В другое измерение Тебе ли не знать Грядет война И она принесет как славу Так и страдания Вперед, мистер Джек Террария ждет Черт Давно пора Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают